Какие мины заложил Вашингтон вокруг России? Александр Ставер в военном обозрении за 4 апреля 2022 года Сегодня решил написать об Украине почти без Украины. Материалов о том, что происходит сегодня на территории, которая когда-то называлась Украиной, достаточно. Те, кому это интересно, уже сами могут рассказать свои мысли по поводу спецоперации. Ломать копья по поводу правильности или неправильности тех или иных действий наших военных сегодня не стоит. Наши генералы, офицеры и сержанты уже много раз доказали, что они не зря командуют солдатами. Они хорошие, обученные, волевые, смелые командиры. Да и солдаты у таких командиров готовы к бою. Количество подвигов, которые совершаются, ежедневно поражает. Российская армия, как была, так и остается непобедимой. Мы увидели ту настоящую молодежь, которой надо гордиться. А не столичных мажоров на крутых машинах, которые долго преподносили российскому обществу, как элита молодежи. Помните, сколько раз мы сетовали на то, что, как написал классик когда-то, не то, что нынешнее племя, богатыри не вы. А вот они, эти самые богатыри, воюют, совершают подвиги, освобождают города и села. Сегодня я попробую выразить свое мнение о том, что происходит в других местах, но прям касается нас и спецопераций на Украине. Это мое мнение. Совпадает или не совпадает оно с официальной позицией, я не знаю. Просто размышления на тему. Риски, которые были заложены в самой концепции спецоперации. Начнем с самого начала. То, что через определенное время активная фаза операции будет прекращена и начнется зачистка территорий, было понятно изначально. Ограниченными силами нельзя съесть больше территорий, чем позволяет РОД. Армия России сегодня контролирует ровно те пространства, которые было необходимо взять в первую очередь. Если посмотреть на карту БД, то сразу видны те задачи, которые мы будем решать дальше. Аппендикс, начинающийся от Южноуральска на юге и примерно от Белой Церкви на севере, это стратегическая задача. Тактическая же уничтожение ВСУ и Нацгвардии на территории Луганской и Донецкой республик. Чем сегодня и занимается наша армия и народная милиция республик. Организуют котлы, доколачивают националистов в городах, отодвигают ВСУ от Донецка. Теперь стоит посмотреть на страны, которые граничат с Украиной, прежде всего на Польшу. Увы, мы много говорим о дистанционном управлении Украиной, но совсем забыли, что и Варшава точно так же управляется из Вашингтона. А значит, Польша автоматически включается в ту игру, которую ведут Москва и Вашингтон. Точно так же зависят от Вашингтона, Кишинев, Тбилиси, Прибалтийские столицы, Баку. Далеко свои щупальца раскидали американцы. Кого-то купили, кого-то запугали, а кто-то просто струсил. И это обстоятельство нам необходимо учитывать. Каждая из перечисленных стран может создать нам пусть небольшие, если рассматривать конкретное государство, но проблемы. Польша в Белоруссии и западной части Украины, Грузия в Южной Осетии, Кишинев в Приднестровье, Баку в Карабахе, Прибалты в Белоруссии и Калининграде – особое внимание Польши. Между прочим, именно Польша обладает самой многочисленной и оснащенной армией в Центральной Европе. Сегодня польская армия официально насчитывает 150 тысяч активных штыков, но по некоторым данным уже реализуется программа увеличения армии в два раза до 300 тысяч. Проще говоря, сегодня поляки проводят частичную скрытую мобилизацию. Добавим сюда же тот факт, что Польша открыто стягивает свои войска на польско-белорусскую границу. То, что Варшава идет на открытый конфликт, уже видно невооруженным глазом. Кроме этого, на ее территории развернута бронетанковая бригада США. Понятно, что американцы развернули свою бригаду не просто так. Это страховка от удара России по сконцентрированному войску польскому. Белорусская армия сегодня не обладает достаточной силой, чтобы противостоять польской армии. Да, несколько дней белорусы продержатся, а что потом? Без ввода российской армии дальнейшая оборона невозможна, а наша армия, по задумке штабистов из Пентагона, должна увязнуть в боях на Украине. План, надо сказать, неплох, но давно просчитан в штабах российской и белорусской армий. Именно поэтому предназначенные для отражения нападения Запада практически не задействованы в спецоперации. Президент Лукашенко уже открыто говорит о возрастающей опасности нападения и о действиях Белоруссии по ее ликвидации. Наверное, вы заметили, как легко была внедрена мысль о том, что Польша заберет свои земли на Западной Украине. Следует заметить, эти слухи стали распространять сами украинцы. Какие-то польские части под видом миротворцев войдут, и русские не посмеют их выбить с украинской земли. Бред. Но этот бред нашел своих сторонников даже в России. В головы, прежде всего, украинцев и европейцев активно вдалпливают мысль о том, что возможное польское вторжение – это благо для Украины. Кстати, по оценкам специалистов, полная готовность операции запланирована на конец апреля-начало мая, но в случае необходимости операция может начаться и раньше. В то же время американские, британские дипломаты и высокопоставленные военные слишком уж часто стали посещать другие страны Центральной Европы, скорее всего, готовят возможных союзников Польши на случай реализации плана. В целом же, это еще один из вариантов начала войны между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой, по сути, начала Третьей мировой. Нагорный Карабах, Приднестровье и Грузия. Прежде всего, Грузия. Наученной горьким опытом 2008 года, грузины совсем не жаждут опять начинать какие-то военные действия против России. В западных СМИ почти ежедневно появляются материалы, в которых Тбилиси упрекает в трусости и нежелании противостоять России. Буквально вчера президент Грузии Саламезу Рубашвили опять высказалась о позиции своей страны. «В первую очередь мы поддерживаем все международные финансовые санкции, и это оказывает влияние на финансовый сектор Грузии. В то же время мы участвуем во всех резолюциях, принятых для поддержки Украины. Грузия вполне отчетливо осознает, что без России экономику страны поднять нельзя. А все обещания глобального запада – это всего лишь слова. Но при этом, если ситуация будет складываться не в пользу России, Грузия поможет нас добить. Примерно такая же ситуация и в Молдавии. С одной стороны, молдавский президент Майя Санду полностью контролируется Вашингтоном и выполняет все приказы Белого дома, что не раз уже доказывало, например, в вопросах об оплате российского газа и ликвидации Приднестровской республики. А с другой стороны, она прекрасно понимает, что Молдавия будет поглощена Румынией, если наступит экономический крах. С Нагорным Карабахом все гораздо сложнее. Слишком глубоко там пустили корни турки, а через Турцию туда вошли и другие лучшие друзья Баку. В кавычках. Британцы. И что мы видим сегодня? Опять начались провокации в Карабахе. Причем провокации в зоне ответственности именно российских миротворцев. Несколько кровавых инцидентов в Шуши, вторжение в Сюник. Понятно, что без участия советников из Турции и Британии тут не обошлось. И вот первый в истории визит министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хеппи в Баку. Хеппи встретился с министром обороны и министром иностранных дел. Цель визита указана прямо. Возможности расширения сотрудничества Великобритании и Азербайджана в сфере обороны, ситуации на Украине, нерешенные вопросы между Арменией и Азербайджаном. Сомнительно, что дела ограничатся общими разговорами. Скорее всего следует и в Карабахе ожидать возможной провокации в особый период. В бою расслабляться нельзя. Сегодня мы воюем. Каждый на своем месте. Но каждый из нас в бою. А в бою не бывает мелочей. Мы помним, как даже в самые тяжелые дни, когда фашисты стояли у стен Москвы, на Дальнем Востоке стояла целая армия. А с 1938 года там существовал Дальневосточный фронт. Сегодня такой фронт проходит вокруг наших границ. Тот сценарий, который я нарисовал выше, вполне возможно, что не будет реализован никогда. Просто не совершат наши военные ошибок и не дадут противнику даже допустить мысль о нападении на Россию. Та пауза, которую мы наблюдаем сегодня, совсем не выглядит перерывом на отдых. Это скорее подготовка к решающему разгрому ВСУ и Насгвардии Украины. Вашингтон не может решиться на прямой конфликт. И, как всегда, американские политики решили, что таскать каштаны из огня будут европейцы. Но и европейцы уже не раз обжигались, организуя очередной поход на Москву. Так что теперь сто раз подумают, прежде чем ввязываться в очередную авантюру. Так пусть думают. А наши бойцы и дипломаты помогут им принять правильное решение. Какие мины заложил Вашингтон вокруг России? Александр Ставер